приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби сегодня хочу представить вашему вниманию довольно интересный и вкусный рецепт приготовления сала сало будем готовить по-китайски для этого нам понадобится 4 столовых ложки сахара головка чеснока небольшой корень имбиря зеленый лук укроп килограмма полтора грудинки соевый соус и острый сладкий соус чили и также нам понадобится 2 ложки уксуса рисового уксуса 6 процентного подготавливаем лук зеленый лук нам понадобится довольно крупный вот его как поделил ими вот частями чеснок разминаю ножом корень имбиря очищать не надо и нарезаем его довольно крупными кусочками укропчик тоже режем не мелко что друзья начинаем готовить и начинаем с сахара что делаем с сахаром сахар высыпаем на сковороду и карамелизируем его нальем немножко воды и превращаем его в карамель можно добавить еще немного сахара лишним не будет добавлю еще примерно полторы столовых ложки превращаем его в карамельку когда друзья увидели что сахар закарамелизовался и пошел такой специфический запах детства запах этих сахарных петушков карамельных можно выкладывать зеленый лук чем интересен рецепт этого сала само приготовление тем что сало подвергается длительной тепловой термообработке выкладываем имбирь чеснок раскладываем равномерно добавляем половинку нарезанного укропа и теперь выкладываем наше сало сало выкладываем сначала шкуркой вниз добавляем соевый соус добавляем соевый соус примерно тоже 100 миллилитров сало по-китайски будет без соевого соуса теперь добавляем сладкий и при этом острый соус чили примерно тоже 100 миллилитров и добавляем 2 можно и 3 столовых ложки рисового уксуса польем немного нашего получившегося рассола наверх сала и добавим воды вода это самый наш главный ингредиент за ней надо следить чтобы она не выкипала и если будет нужно то добавляйте примерно я сделал налил пол сковороды теперь закрываю крышкой ставим на медленный огонь и примерно на одной стороне так вот протушиваем прожариваем или провариваем как правильно сказать данное сало не менее 40 минут получается теперь перевернем сало и опять же на 40 минут оставим его томиться под крышкой прошло еще 40 минут теперь еще раз перевернем наше сало можно положить на бочок его и еще где-то подержим минут 30 я думаю вполне достаточно чтобы оно было у нас уже полностью готово вот красивый аппетитный цвет получается еще минут на 30 оставим его под крышечкой прошло еще 30 минут добавлю еще зеленого укропчика и еще минут 10 потушу прошло еще 10 минут теперь выкладываю сало на блюдо и выношу на балкон охлаждаться до полного охлаждения друзья аппетитно красиво все получается там ну и охладил сало на балконе примерно полчаса вот друзья получилась красота сейчас попробую нарезать и попробуем что у нас получилось попробовал я друзья данное сало данное блюдо же не просто попробовал распробовал это реально вкуснее чем уже не на запеченная в духовке вот этот вкус я не могу передать словами но мне очень понравилось рекомендую ребята попробуйте я на 99 процентов уверен что вы не пожалеете вкус просто бомба на этом заканчиваю видео всех благ вам вашим близким до новых встреч